Кубань-24 На это вам дается два счастливых дня в Геленджике. Обязательно захватите попутчика. Выезд завтра. Скачать приложение можно по ссылке. Чтобы вызвать голосового помощника, достаточно сказать «Окей, Милана». Чтобы пойду покупать лотерейный билет, надо маму обрадовать. «Окей, Милана». Вот я тебя и подловила. Ну, прихнили живая. Ну, значит, пора отдыхать. Врач должен быть сытый, отдохнувший и полон приключений. Поэтому быстро собираться. Супер на послесмены. Да, давай. Я тебя жду здесь. Серьезно? Да, поедем. Какая ты, Маруся, молодец. Что меня сюда привезла. Красота. Да, ну я и рада, что тебе нравится. Но, я не знаю, горчит тебя это или порадует, но мы не одни с тобой будем путешествовать здесь. Тебе что? С мамулей не нравится? Нравится, мама. Нравится мне с мамулей. Поняла сейчас. Но у меня есть одна подружка, с которой я уже знакома. Сейчас я тебя с ней тоже познакомлю. Ее зовут Милана. Вот здесь. Окей, Милана, напомни, пожалуйста, мне, кто ты такая и что мы здесь делаем. Рада снова вас приветствовать. На время этой поездки я ваш гид и помощник. Добро пожаловать в Геленджик, один из лучших курортных городов побережья. Он известен не только приятным климатом и разнообразными развлечениями, но и самой длинной в мире набережной. Здесь можно отдыхать в любой компании. Мария, с кем вы приехали сегодня? Миланочка, это моя любимая мамочка. Она у меня врач. Приятно познакомиться. А ей точно можно доверять? Она нас приведет куда надо. Искусственный интеллект не способен навредить человеку. Пока. Если же вы волнуетесь, хорошим успокоительным может стать негустация вин в компании опытного сомелье. Я точно говорю, напоят, заведут куда-то. Потом нас никто не найдет. Как говорите вы, врачи, все есть яд и все есть лекарства. Главное, правильная дозировка. Ну да ладно. Мария, чтобы вашей маме было спокойнее, предлагаю вам вместе погулять по набережной. Здесь людно и светло, а морской воздух снижает уровень стресса. По набережной погулять я согласна. Идем. А когда ты первый раз в Геленджике была? Давно, где-то, наверное, в году 86-м, 87-м. Я, кстати, из Сочи приезжала на кометик. И что ты здесь делала в Геленджике, молодая студентка? Отдыхала. С кем? Отдыхала в санаторий с друзьями. А когда я не замужем еду одна в Геленджик, ты, значит, меня не пускаешь. Мама всегда переживает за своих детей. Смотри, какое здание. Старинное, видимо. Кстати, можно погуглить. Хотя зачем? Больше старейших. Окей, Милана, что это за маяк? Он вообще работает? Створный маяк – это не только один из старейших, но все еще действующий маяк на Черноморском побережье. Он бесперебойно работает уже более ста лет, а его свет настолько ярок, что виден за 9 миль от берега. Получается, один из старейших маяков Черноморского побережья. Здание еще сохранилось. Прикольно. Это смертельный номер, потому что неизвестно, сколько людей губами. Зря ты зачем это делаешь? Так как у меня мама-врач, я не могу просто так свистнуть в гудок. Надо сначала все обезвредить. О, ничего себе! Так я как свирель могу! Надо рубчик. 10 рублей есть? Дай 10 рублей. О, видно! О, море! На, посмотри! Тонкий мыс, толстый мыс и кораблики. Класс! У нас одна минута, надо потратить. Ну, посмотри еще. Еще раз посмотреть? Может быть, я увижу свое светлое будущее. Маша, давай зрителям покажем. Что покажем? Мое светлое будущее? Ну, все же я этому искусственному интеллекту не очень доверяю. Да не, Милана нормальная. Я с ней уже не первый раз путешествую. Ну, хочешь сама у нее что-нибудь спросить? Ну-ка. Окей, Милана, а ты можешь нам показать что-нибудь интересненькое, необычное? В селе Кабардинка есть уникальный парк, сочетающий в себе искусство разных времен и народов мира. Это гостеприимное пространство, в котором архитектура и природа находятся в гармонии и дополняют друг друга. Нет, Милана, ехать я никуда не хочу так далеко. А есть что-нибудь такое интересненькое, но поближе. Тогда вам придется по вкусу арт-галерея в Геленджике. Место не только красивое, но и очень полезное для мира. Рисую маршрут, вас ожидают. Ну, мне теперь тоже интересно. Так, поехали? Поехали. Вы попали через два зала, в третий, который называется «Волшебная страна». Похоже? Похоже, все здесь из волшебного состоит. Есть ли у вас впечатление, что вы находитесь на свалке? Нет, конечно. Все мои работы выполнены из материалов, которые обычные люди обычно считают мусором. А я из них делаю работы, которые, вот вы видите, которые украшают зал, украшают землю, украшают мир и дают пример людям, чтобы следовать бережным отношениям к земле и природе. Это вот наша миссия. Кто ваши туристы? Основные посетители – это большая награда для нас. Это люди с интеллектом выше среднего. Творческие люди в основном. Работа называется «Сказочный город». Вот это все, вот, например, от шампуня емкость. Это яйца, да? Это все мой хлам. Вот у меня шампунь закончился, я его сюда. Вот съели сладости, вот они здесь. 30 лет врачом, 37 лет я халат белый носила. Мама, так вот, у нее дома вы не представляете, сколько всего. Какие-то предметы, ну, вдруг пригодятся. Ты должна вдохновляться примером, вот, коллеги у врача. Все из кладовки вывезем, ты представляешь, построим рядом тут домик небольшой, и у тебя будет своя галерея, а я потом приеду к тебе с экскурсией. Смотри, сколько бутылок. Ты представляешь, вот, если бы ты все свои бутылочки из ящика достала, мы могли бы тоже такой земной шар сделать. Ну что, ладно, ты же собираешь все. Не сочиняю. Признавайся, мамуля, как ты прониклась мировыми проблемами экологии тут? До глубины души прониклась. Но меня сейчас волнует тема. Голода. Я не знаю, как ее решить во всем мире, но я думаю, что нам с тобой можно помочь. Поможет Милана. Окей, Милана, мы проголодались. Вы можете попробовать традиционный ремесленный хлеб в музее хлеба и вина в Архипаосиповке. Правда, для начала вам придется этот хлеб испечь. Миланочка, я не знаю, откуда ты знаешь все про мою маму. Она печет все и очень много, но я ничего готовить не буду. Я хочу, чтобы приготовили мне. Я же на отдыхе. Типичные отдыхающие. Что ж, вкусный обед уже готов? Рисую маршрут к ресторану. Вот это спасибо. Идем? Идем. Так, а скажи мне, мамочка, ты у меня пробовала устрицу хоть раз? Никогда. Пойдем. Что вы нам порекомендуете? Ни разу не пробовали. Сегодня мы с вами попробуем нашу локальную устрицу, это черноморская жемчужина. Самый важный момент, говорят, что самая вкусная устрица, это та, которую открыл ты сам. Поэтому вы сейчас будете не только пробовать устрицы, но еще и открывать их при помощи вот этой вот самой безопасности перчатки. Попробуем? Да, конечно. Делим устрицу на четыре части. Вот здесь вот находится ее ножка, и она крепится к крышке, которую нам, собственно, нужно вскрыть. Мы загоняем нож по горизонтали, чуть выше серединки, в правую часть. Не забываем про безопасность. Идеально открыто просто, смотрите. Красавица какая. При помощи устричного ликера, да. Мы смываем осколки. Живая. Живая. Проверяем. Видите, сокращается плавно, спокойно, медленно. Она еще не раздражена на нас. Мы ее не бейте. Пожалуйста, держите. Бери устричную вилочку. Снимайте, можно креститься. Конечно, конечно. Я ожидала худшую. Мой молодец. Очень даже ничего. Ну, а я попробую сама ее открыть. Я тебя поздравляю. Ты выиграла в лотерею. Называется «Окей Милана». Спасибо, Милана. «Окей Милана», хотим чего-то необычного, чего мы раньше точно не пробовали и не видели. Неподалеку от вас есть гольф-клуб. Там вы сможете не только сделать свои первые удары, но и насладиться прекрасным видом на вухту. Нет, гольф я не потяну. А можно что-нибудь такое же благородное, но менее спортивное? Ничто не облагораживает так, как ручной труд. Предлагаю вам попробовать силы в тонком и красивом ремесле. Мастер вас ожидает. Тебе это больше нравится? Я заинтригована. Поехали. Смотри, ты представляешь, как они переливаются на солнце. Где мы очутились? В самом уникальном и в самом интересном месте не только нашего края, но и вообще страны. Наш стеклянный парк – единственный стеклянный парк в России. Больше во всей нашей огромной стране ни одного стеклянного парка нет. И место – это тоже конкретно, это место уникальное. Это самая тяжелая стеклянная инсталляция в России. Вес только цветов – около 300 килограмм. И это вы все сами, своими руками здесь? Это делали наши мастера стеклодувы. А градом не побьет? Нет, не побьет. Все очень крепко. Наш парк существует недолго. Только-только нам в июле исполнится три года. Мы еще в процессе работы. Инсталляций много. Фото, зон, локации всевозможные тоже есть. Но мы стремимся к большему, чтобы показать стекло во всей его красоте. А вот это вот интересно. Это на стекло можно прямо сесть? Да, сюда можно прямо сесть. Лавочка влюбленных, стеклянный трон. Я же влюблена в тебя. Ну, я же влюблена. Ну, а с кем, если не с мамой, сидеть на лавочке влюбленных? Ну, да, мамы? Помнишь, у нас, когда мы жили в детстве в общежитии, у нас были такие шторы из всяких бамбуковых штук на скрепках? Да, и мы делали из открыток раньше. И сколько у тебя времени уходило на одну штору такую? Много. Ночи напролет шторы. Стеклянные шторы, можно даже, видишь, играть на них. Ну, сыграй тогда. Ля-ля-ля. О, а вот храм. Ну, конечно. Путешествовать с мамой и не заехать в храм, это, конечно же, грех. Отлично. А он стеклянный, точно? Да, стекло. Помолимся? Елена, ну вы нам мастер-класс обещали. В горелке полторы тысячи градусов, поэтому за горелку мы вас не пустим. Но зато вы можете сами своими ручками сделать. Нам нужна роза. Роза – это слабость одной малоизвестной женщины, Риммы Владимировны. Так, выбираем. Мы берем лепесточек и кладем его на указательный палец. Большим пальцем прижимаем. И вот такая маленькая пяточка у нас тут торчит. Теперь мы берем проволочку, подкладываем под пяточку и два раза плотно-плотно обматываем пяточку. Лепесточек должен сидеть очень плотно, он не должен качаться. Ну, ваше мастерство, конечно. Мой лепесточек явно будет качаться. А для этого у нас есть вот такой инструмент, и вы можете его так подтянуть. Тут даже для криворуких. Да. Все. Я уже все, а ты крутишь. Ну, тут же для кадра надо же. Ты же на меня равняйся. Я не могу на тебя равняться. Не можешь. На финишную прямую выходим. Чудеса. Смертельный номер. Цветы своими руками. Видимо, не быть мне флористом. Ты же будешь довольна такой розе, да? Да. Главное. Я же тебе там аппликации делала в садике, вот это все. Ты молодец. Чтобы хранила умница. Всю жизнь. Умница. Какая красота. Аж поумничать захотелось. Ты, кстати, читала пьесу «Стеклянный зверинец» называется? Нет, не читала. А говорила «Самая умная в нашей семье». А я читала, мне в этом музее как раз напомнило. Знаешь, хочется на что-то живое такое посмотреть. Ты как? Не читала пьесу, но обязательно прочту. А идея хорошая, мне понравилась. Окей, Милана, где нам посмотреть на что-нибудь живое и пушистое? Геленджик – лучшее место для изучения дикой природы. Прямо в городе есть огромный парк с животными. На его посещение потребуется около трех часов. Ой, столько я, наверное, не выдержу зверья. Очень много, да? Милан, ну а есть еще какие-нибудь варианты? Хочу дополнить, что для вас сегодня действует уникальная акция. Вы сможете пообщаться с постояльцами зоопарка ближе, чем другие посетители. Когда же вам это надоест, предлагаю прокатиться на канатке. Дорога стартует прямо из парка. Другое дело. Молодец, Милана. Похвала от мамы дорогого стоит. Поехали. Поехали. Вон, обезьяны. Пойдем к обезьянам. Ты уверена, что хочешь к обезьянам? Да, я хочу. Я забыла, как тебя в детстве покусали обезьяны. Ну, я поплакала и перестала. А что она покусала меня? Фотографироваться. Подошли фотограф с обезьянкой. Она в тебя как вцепилась, еле оторвали. Потому что я на нее похожа, наверное. Наверное. Сестра. Ну так пойдем к моим братьям и сестрам. У вас в зоопарке еще и реабилитационный центр для животных есть. Да, собственно, изначально сафари-парк основывался именно как реабилитационный центр для животных. Сюда поступали животные списанные из цирка, например, конфискованные с пляжных фотосессий. Родители вот этого малыша, они сюда попали, будучи конфискованными за жестокое обращение с животными. Два гиббона, которые здесь уже создали пару и принесли вот такое чудесное потомство. Мой кокочку маленькая. Вот она меня хочет упустить. А я ее хочу любить. А как зовут? Это Абу. Это Пик. Да, маменька. Мальки боятся. Облепили и все. И облизывают, облизывают. Где находят шерсть, там и цепляется. Поэтому основное место жительства Пика – это на голове. Абу хватает обхвата рук, чтобы держаться за шею. Ну и хватка тут практически мертвая, что называется. Да ну, я тоже хочу быть мамой для обезьяны. Смотри, я думала, это камень большой. Это черепаха живая. Огромная черепаха. Интересно, она быстро бегает? Да, как пуля. Пойдем к Петровичу. Он как раз твой ровесник. Погладить черепаху, загадать желание надо. Погладить черепаху, да. Тебе как раз 60 скоро, а ему уже 60. Сейчас погладим. Петрович, привет. Не бойся. Не убегай, главное. Не бойся. Мы с тобой ровесники, Петрович. Как делают зубры, мама? Без понятия, как они делают. Наверное. Алиса. А, нет, Милана, да? Надо у Миланы спросить. Окей, Милана, у нас тут с мамой вопрос. А как позвать зубра? Понятия не имею, чем вам поможет эта информация. Ну ладно, включаю звуки призывания зубра. Теперь слышала. Да, спасибо, Милана. Столько огромное количество животных. Вот ты себя с каким ассоциируешь? С пантерой черной. Да ладно, да. Почему я первый раз об этом слышу? Пантера моя. Мне интересно, в таком живописном месте, что бы ты хотела сказать нейро-женщине нашей, Милане? Милана, ты просто чудо. С канадкой угадала? Я зря тебе не доверяла. С канадкой угадала? Красно, каюсь. Геленджик можно, мне кажется, и зимой приезжать. Любоваться такой красотой можно круглый год. Виды ничего не было. Не надоест никогда. Что, спускаемся к морю? Да. Маруся, целый день на море. Ни разу и не искупались. Кстати, а ты купальник взяла? Вот, и я не взяла. Ну, у тебя есть помощник электронный. Думаешь, организуют? Попробуй. Окей, Милана, мы бы хотели поплавать, только у нас нет купальников. В Геленджике вы можете сами приобрести любые купальные принадлежности. Если, конечно, у вас есть средства и время на примерку. Не, ну, что нам теперь без купальников купаться? Мы же хотим плавать. Боюсь, тогда наш проект закроют. По цензурным соображениям. Я этого не хочу. Поэтому прямо сейчас предлагаю вам не плавать, а идти. Это что, она нас сейчас послала куда-то? Прямо в море. И ведь известно, что морской транспорт не плавает, а ходит. Показываю путь к причалу. О, поплыли? Поплыли. Или пошли? Или пошли. Мы отправляемся. Ура! Ну что, пираты нас захватили наконец-то. Джек, ну как ты вообще дошел до Геленджика? Были же, вроде бы, там Карибы, что-то? Как ты здесь оказался? Я, на самом деле, изначально был с Геленджиком. Из Нальчиком? Ай! Субтитры сделал DimaTorzok Какой вид, мама, я просто в шоке. Мы с тобой, по-моему, так никогда и не путешествовали. Да. Спасибо, Милане. Окей, Милана. Мы накатались, надышались, нагулялись. Ноги меня уже не держат от усталости, от восторга. Ты как? Тоже устала, но восторг переполняет. Показывай нам дорогу домой. Для начала ответьте. Все ли вам понравилось? Есть ли какие-то предложения? Остались ли вопросы? Я в восторге от змей сегодня была. Ну и от канавской дороги, от прогулки на катере, от всего, где мы были. Тебе что больше запомнилось? Все понравилось. Бесподобно. Миланочка, ну у меня есть вопрос. Болеете ли вы как люди? Если да, то обращайтесь. Я никогда не болею и не устаю. А моя программа постоянно обновляется, чтобы работать лучше с каждым днем. Так что обращайтесь. Хорошей дороги. Вот так, понятно вам? Поехали. Поехали. Проследить за обновлениями моей туристической платформы вы сможете на сайте Кубань24 и в Ютьюбе. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»